Всех приветствую на своем канале. Этот обзор будет посвящен моему заказу Avon по 11 каталогу. Кстати, будет еще второй заказ по 11 каталогу, и там как раз тоже будут какие-то подарки, как и в этом. В общем, заказы делала в основном из-за зонтика, потому что у меня и фрошевский подарочный зонтик приказал долго жить. И я долго-долго думала, хотела вообще заказать розовый зонтик, который Avon с логотипом. Очень хотел почему-то именно с логотипом, но отзывы на него были не очень. И я заказала маленьких, на него, конечно, были отзывы 50 на 50, но я решила попытать судьбу, так сказать, испытать счастье. Он пришел в пакетике, и там был еще такой пакетик беленький такой, с фигней, которая типа сохнет, или что-то, клей какой-то. Но это, так как я заказ распечатывала в гостях у подруги Женьки на левом берегу, то, соответственно, там все это барахло и осталось. В общем, зонтик был вот в таком чехольчике. И, конечно, он был лучше запакован, но чехольчики я сняла, с трудом, честно сказать, я вообще не очень люблю чехольчики. И больше потом его не одевала. Материал довольно интересный, не то чтобы такой мягкий, или что-то, в общем, из такого материала что-то. Или у меня, конечно, может были из такого материала зонтики, но, в общем, не знаю. Вообще, на картинке было нарисовано, что облачка, как оказалось, это действительно облачка белые, либо розовые. Я не знаю, может, если они намокнут, то они станут розовыми, но мне пришли вот именно белые. Вот такой вот маленький миниатюрный зонтик. Он, написано было, что в сантиметрах, 22 сантиметра в сложенном виде, я его не смиряла, хотя у меня где-то есть сантиметрик или даже есть линейка. Ну, в общем, вот такая довольно хорошая ручечка. Мне кажется, материал довольно плотный и хорошо прошит. Тут, значит, липучечка. У меня на моем эфрашевском зонтике тоже была липучечка, и он был более хилый, чем этот, как мне кажется. Материал мне нравится. Я в материалах особо не понимаю. Ну, в общем, он такой интересный на ощупь. И это точно так же, как у меня эфрашевский был не автомат, а ручной. Вот так он выглядит совсем чуть-чуть выдвинутый. И вот такой вот зонтик. Я надеюсь, его видно. В принципе, он как бы небольшой, но я думаю, что если вот таскать с собой и выходить на улицу, я думаю, если попаду я под дождик, то он меня вполне себе укроет. И думаю, мне пригодится и поможет. Спицы тут металлические. И вот здесь, кстати, тоже. В общем, он мне нравится. Он мне удобен в пользовании. Чисто даже так вот подержать его можно и за вот эту веревочку. В общем, он мне нравится. Он был в 11 каталоге по 599, кажется, рублей. И по скидке представителя он мне вышел где-то на 480. Я считаю, что это вполне себе хороший зонтик за такие деньги. Ну, в общем, я на него возлагаю большие надежды. Я его пропитала положительной энергией. Я думаю, что он будет мне служить верой и правдой. И если вдруг что, я просто потом, может, сделаю или обзор зонтика я рекомендую. Где у меня как раз на 1 месяц писать какой-нибудь отзыв. Сейчас у меня там аккаунт вроде как заморожен, да? Потому что я ничего не пишу. Или, может быть, расскажу в видео. Или сделаю и то, и другое. В общем, он мне нравится. И я надеюсь, его завтра уже положить в свою сумочку в роли зонтика. Он вот здесь вот черная такая кнопочка и черная ручка. В общем, черный классный зонтик, черно-белый. Так. Потом я увидела в каталоге, потом увидела обзоры у Аленки, но не очень поняла ее мнение по поводу этого счастья. Это гельмот для душа с экстрафтом семян гималайской маринги. Тонизирующая гармония. Я его еще не пробовала. И в следующем каталоге, кажется, он тоже по 229. Я точно не помню. Может, в этом он чуть дороже. Но в следующем каталоге он 229. Мы, Женька, уже просмотрели каталог. Обзоры каталога я делать не буду. Потому что я не делаю обзоры каталогов. Их делает обычная Аленка, но или кто-нибудь другой из блогеров. Если вам интересно, то можете к ним зайти. В общем, если он мне понравится, тут 150 миллилитров, то я, наверное, закажу его. Потому что у меня набрался от подруги ее мамы небольшой заказик. И есть там какая-то листовка на повторный заказ. Счастливый повторный заказ, если минимальный на 1000 дел. Что там мыло и, кажется, лосьон для тела. Мне, в принципе, лосьонов для тела довольно много. И не знаю, куда девать. Если только придет, его можно будет кому-то подарить. Как-то маленькое черное платье в подарок. Это идет от мыла и лосьон для тела. Но вот мыло, у меня всегда было интересно. Не поверите, у меня две недели уже нет моего мыла. Хотя у меня есть мыльная основа. Но мне все руки не доходит его самой себе сделать. Поэтому я вместо жидкого мыла использую какой-нибудь гель. Просто наливаю. В общем, если он мне понравится, то я его закажу себе. Просто чтобы именно было, хотя бы, если не на минимальную сумму, то хотя бы на 1000 набралось. Потом я заказала себе вот такой вот там. Как раз в 11 каталоге были скидки. Сделан, кстати, 30.03.2016. С двойной наклеечкой. Я так понимаю, что вы делали в Польше. Потому что тут по-русски вообще ни одной фразы. Но сверху есть наклеечка. Эспа-скраб для тела с минералами мертвого моря. Превосходное очищение. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Три года там, два раза в неделю. Где он сделан? Где он сделан? В Польше сделан состав. Смотрите, этикетка. Вот такой вот. Я тоже думаю, я его просто... Ну, я не пробовала в таких баночках скраба. Я решила попробовать. Думаю, если он мне понравится. Но, надеюсь, он мне понравится. Если понравится, то я буду такой заказывать. Ну, а если не понравится, я страчиваю, как скраб для ног. Потом я сделала себе, как говорится, это повтор. Это уже третий повтор. 200 мл. Эван Сейсен. Сшелушивающий. Пробуждающий цитрусовый заряд скраб для тела с витамином Е. Он мне вообще из этой серии, он мне нравится, может быть, исключительно по запаху. Хотя, именно по скрабирующим частичкам я люблю вот такие гели-скрабы. И у меня были кое-какие шрамы на коленках с прошлого года, с прошлого падения, такое, с каменной, наверное, болезней. И мы сегодня вот с тетей Лидой и Женькой посмотрели и, в общем, пришли к выводу, что они, вроде как, их практически не видно. Именно благодаря вот этому скрабу. Он тут, вот, смотрю, не совсем такой полный. Кажется, будто его из него что-то вылили. Но, видимо, они такие и есть. И мне очень по запаху нравится его собрат. Гель для душа. Я потом о пустых баночках про него расскажу. Чисто по запаху. Хотя эти гели Сенс, они хреново умылятся. Ну, чисто мое мнение. Потом я заказала повтор вот этот вот. Кстати, Женька его тоже выбрала. Будет в следующем заказе. Гель Avon Naturals для тела. Багрящий, зеленый чай и вербена. Гель для душа, освежающий с витаминами 200 мл. Очень хорошо пенится, на мой взгляд. И они мне больше нравятся, эти гели серии Avon Naturals. И также заказала гель, потому что у меня был скраб. Это новинка такая. Это нежный йогуртовый крем-гель для душа, освежающий с ароматом лесных ягод и граната. 200 мл. Avon Naturals для тела. И гель для душа заказала себе. Он божественно просто пахнет. Скраб не... Ну, скраб, в принципе, он скраб как скраб. Я думаю, тем, кто нравится серия вот этой Avon Naturals, которая бы нравится, то они подойдут. Мне он немножко частично грубоват показался. Частично вот как-то выливается на себя. И кажется, что... Какой-то, в общем, не знаю. Я, кажется, про него пустая баночка говорила. А тут очень вкусный такой аромат. Мне кажется, он даже немножко другой. Чуть-чуть отличается, чем от скраба аромат. И они шли. Там акция такая была. 2 за 199. Или 11 до 129. Потом я еще заказала себе по 155 пенку. Планета SPA Avon. Сияние Востока с экстрактом белого чая. Очищающее средство для лица. 150 мл. Она у меня была. Я такую же дарила Аленке. Она мне очень нравится. Она мне нравится даже больше, чем пенка Гринмамовская. Допустим, с чайным деревом. И ее довольно надолго хватает. Я ее даже пользовала иногда как жидкое мыло. Просто по жидке и так и уже вот... Ну, можно сказать, что она даже немножко мне надоела. Сейчас у меня есть пенка от Аленки. Привет тебе, если смотришь меня. И спасибо за пенку с липой. А вот это у меня пойдет в запасики. Не знаю, может быть я закажу себе еще одну. Потому что 155 рублей, в принципе. Тут я покупала за 219, кажется. Ну, или как-то так. В общем, я считаю, что это хорошая скидка на нее. И мне пришел в подарок за 30 рублей. Там была акция заказать на 1600 минимум. И придет что-то за 30 рублей какой-то набор. Я сначала думала, что там можно выбрать. Оказывается, это просто вкладывается. Ваш заказ 30 рублей добавляется. И мне пришла помада, которую я сегодня уже пользовала. У Женьки такой интересный цвет. Мне кажется, он немножко... Ну, мы с Женькой решили, что он вроде как поднатуральный. С такими немножко блесками, как вы говорите, шиммеры, я так понимаю. Сейчас я попробую сделать сводч. У меня рука малость загорела уже. Не знаю, будет ли видно. Ну вот. Легкая при нанесении. Кстати, ничем не пахнет. И она мне нравится. Это Avon. Значит, кстати, сделана она у нас 28 декабря 2015 года. Pink Freeze. Розовый фриз. Как мой приятель Дима сказал, что на моей восторге, что это сбывает неликвид, но должно быть приятно. Возможно, что действительно это неликвид, потому что сделана, в принципе, вот уже, ну, сколько месяцев? Полгода назад. Возможно, ее просто не берут. Ну, а с другой стороны, красивый цвет и по 15 считаются рублей. Да, вообще она мне нравится. Мне нравится этот подарок. Дима, я думаю, просто был не в духе. И еще пришел вот такой лак, который у меня на ногтях. Он плохо накладывается. Женька сделала мне маникюр-педикюр. Кстати, еще она у меня немножко, как это называется, да? Удалила волосы на ногах. Какой-то фигней такой, которая выдирает их. Это было ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В общем, мы там горали. Она не то чтобы больная, она такой похожа на иглоуколонию. Это чисто так я уже вспомнила к слову. В общем, она делала себе тоже маникюр-педикюр и также мне этим лаком. На ногах он вроде кажется лучше смотрится. Но, в общем, на ногтях она мне на руках два раза свой накладывала. Первый слой-то вообще не очень он ложится как-то. И второй, ну вот, я думаю, просто видно будет, что он не совсем ровный. Но, по её словам, он хорошо держится в воде, потому что мы сегодня купались. Не то чтобы конкретно так, потому что плавать я не умею, как я говорила в каком-то из видео. Я не очень далеко заходила, потому что мне, во-первых, мы попали солнышко в тучках, в облачках такого солнышка, и там облачка. И было слегка прохладно. И мы вышли чуть позже, мы вышли где-то в 5 часов, ну и где-то, не знаю, сколько мы там, 2,5 часа, наверное, точно провели у воды, или в воде, в основном в воде была. И, в общем, она тоже заходила, она сказала, что от воды обычно лак у неё соскальзывает. В общем, лак в воде держится хорошо. Единственное, что наносится как-то не очень удобно. Сделан он, кстати, модель из Англии, 10 тут миллилитров, и он, ну, фиг знает, какого он там года. Коробочку, потому что я оставила, а, да, вспомнила, в мае 2015 года, Дима был прав, не ликвид, да, это год назад. Но он после вскрытия живёт 24 месяца, и, соответственно, хранится 3 года. В общем, до своего срока годности он как раз и хранится, там 24 месяца пройдёт. Вот такая вот кисточка, он, мне кажется, слегка, не знаю, ну, жидковат, не жидковат, но я попробую сама потом сделать себе маникюр. Благо, у меня теперь есть, и благодаря Алёне, привет тебе, Алёна, ой, если смотришь меня, вот такой вот лак. Я так поняла, что это основа. И, в принципе, я попробую потом сделать просто уже с основой. Я сейчас после записывания этого обзора пойду в ванну, в которую я всё собираюсь, собираюсь в ванну с пеной. И потом, надеюсь, если у меня будет время, то, надеюсь, будет время делать, просто уже самой заново всё стереть и нанести. И да, у меня тут ещё привет один, как раз именно в такого рода обзоре должен был быть. Я извиняюсь без листочка, потому что у меня тут всё подряд и подписано, как обычно, ещё куда-то зачем. Владислава Романова, если ты смотришь меня, то привет тебе и спасибо, что ты моя подписчица. Так, ну и, в общем, вот такие у меня подарки. А ещё у меня был подарок чисто от Женьки, тоже, кстати, эйвоновский бальзам, который сейчас у меня на губах. В общем, у нас с ней сегодня обмен был, я ей снесла, там, пару духов ей, её маману. Ну и, в общем, получилось, что вот розовый такой бальзам до губ. Эйвон, эйвон глосс, глав или что-то такое. В общем, вот такой вот. Я не знаю, он есть ещё выявлен или нет. Он у нас, в общем, какого, 14, декабря 14-го года, то бишь, значит, 15-16. В общем, он ещё полтора года вполне может жить. Вот такой вот. Я, в принципе, могу сейчас на руке сделать свуч, рядом с этой помадкой. Я думаю, в принципе, вот мне сейчас кажется, что если его наносить поверх помады, то они будут сочетаться. Если у меня сегодня будет время, хотя у меня ещё там полглавы не переведено, и на завтра у меня оказывается бытовушное дело, совершенно без моего ведома, ну, раз сказала родня, родня местами права, да, то придётся делать. В общем, если у меня будет время, то, может, я что-то запишу из своего списка на тему обзоров и сделаю именно вот в этом дуэте свои губки. Если вы досмотрели до конца и вам было интересно это видео или чем-то полезно, то я очень рада. И до новых встреч. Пока!